всем привет куколки и котики мы наконец-то собрались и едем сейчас смотреть новые машины которые предлагает сейчас американский маркет значит у него кросс трек а мы выргуем до nissan это у него картре вот издать it's used cars у меня спрашивают куда мы заезжаем я говорю едем nissan nissan а у него сейчас кросс трек subaru 2021 года и время как раз таки лиса заканчивается и мы решили посмотреть и убиться заодно по дороге или раздолбать машину которую мы возвращаем но вообще с какой-то вот так мой муж водит поэтому мы в основном ездим на моей машине потому что муж у меня камикадзе до космой паркинг он ли запарковались вниз он сейчас посмотрим что предлагают выползаем выползаем из машины у него такой серебристого цвета его а где мой муж покажу вам так сегодня муж одет у меня вот сейчас я вам покажу какие машины продаются как только муж стал подходить к автосалону он сразу заявил машины все такие страшные я его успокоила говорю ну подожди может быть не все они такие страшные ну да вот это конечно серый цвет но он не очень он мне никогда не нравился не моему мужу тоже мы подошли к автосалону сразу же выбежал дилер и стал с нами разговаривать и стал показывать машина вот это первая машина которую мы посмотрели это ария это electric vehicle она абсолютно электрическая этим нету ничего между водителем и пассажиром посередине как обычно это отделение нет такого кожаный салон moonroof открывается крыша крыша стеклянная салон голубого темно-голубого цвета такого серо-голубого полностью навороченная машина и цена за нее была в месяц 499 долларов без предоплаты без взноса первого 0 взноса и 499 долларов в месяц на лиз на два года машина была очень красивая моему мужу очень понравился цвет цвету красный такой неспелой вишни я так поняла не этот цвет очень популярный сейчас потому что я увидела на других машинах тоже такой металлический очень яркий вообще машина по себе очень красивая но она была небольшая и электрическая так как у нас уже одна есть электрическая машина и такого же размера поэтому нам надо что-то или совсем меньше или намного больше покупать такую же машину это было бы конечно нелогично потом показали нам следующую машину которая называется я думаю что она называется оружие но dealer называю рук с и я так и не поняла почему он ее называл рук с потому что по-французски явно называется ружь сейчас покажу название правильно ли да ружь сл цвет сапфировый такой синий металлический красивый очень королевский royal blue тоже кожаный салон кстати оказывается все вот эти nissan и у которых кожаный салон внутри имеет настоящую кожу допустим моя машина причем она люксовая считается там кожа заменитель я так удивилась если бы я покупала свою машину с настоящей кожей то она бы еще на 1020 дороже стоила хотя моя машина тоже считается люксовый пакет вот в лексусах используют заменитель кожи а вот в nissan настоящую кожу сюрприз млэй да сюрприз сюрприз мужу ружь не понравился говорит она какая-то кургуза вот мне нравится эта машина больше ария ну так как она электрическая говорит не хочу я электрического больше больно уж много стресса на тебя накладывает потому что ты всегда следишь за наличием зарядки в твоей батарее это очень много стресс но это правда да когда мы путешествовали в горы мы постоянно смотрели сколько у нас зарядки в батарее осталось и потом в округе надо ходить и искать где же ее зарядить то поэтому мы решили вторую машину взять и на газу на бензине вот это вот машина зи 350 она спортивная двухместная и двухдверная муж очень ее облюбовал 55 тысяч стоит мы даже они не спрашивали потому что я ему сразу сказала это это нереально говорю нам эта машина не нужна потому что серьезно зимой на ней не поездишь очень опасно на 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 скользких дорогах потом летняя машина и она так для развлечения у него уже одна есть для развлечения hammer так что который не ездит тоже по нему я сделаю обзор скоро следующая машина это вектор по моему если я не ошибаюсь nissan vector эта машина моего малолитражная у нее всего 3 используется один гол на 35 миль это довольно таки неплохо да это вектор но версия извиняюсь версия и она более такая бюджетная для молодых людей дальше муж захотел посмотреть murano nissan потому что у его папа был nissan и он говорит я пойду гляну может быть захочу у нас не сам не рано взять пришли посмотрели и разочаровались игры ничего особенного в этой машине он говорит да все-таки какая-то страшная нос у него был очень короткий у этой машины мне не понравилось и расход бензина тоже вот смотрите 23 мили на на галлон это как-то а и кстати она и поврежденная там вот я заметил у нее димбл от града очень много машин пострадало во время града кстати две-три недели назад у нас был град и очень машин много пострадало и они сейчас устраивают большой селл скидывает буквально 10 тысяч долларов за то что машина повреждена градом и тут же рядом мы увидели альфа ромео но это явно была чья-то машина кто-то на ней приехал вот тоже видите у нее светло вишневый такой цвет неспелой вишнице окрас очень красиво смотрится хотя я не любитель красных машин вот у меня не у меня была моя первая машина красная аннексия и все после этого я не люблю красные машины далее еще здесь рассматриваем здесь стоит ария это по-моему ария нет это не ария это рушь этот рушь был здесь немножко недоволен еще раз я все хожу вокруг альфа ромео ну красивая машина конечно очень а вот этот цвет меня заинтересовал это тоже ария потому что цвет был как будто то ли фиолетовый когда подошла поближе он переделался в коричневый какой-то шоколадный непонятный очень интересный цвет у машина была он менялся как хамелеон и я поинтересовалась на что же за цвет какой-то идем дальше здесь вот дача стоит тоже светло-вишневого цвета красиво смотрится но это не мое красный цвет дальше мы идем обратно в здание потому что было очень жарко температура была 103 градуса это где-то в районе 38-40 градусов жары по цельсию вот вот это ли стоит лиф это тоже электрическая машина кстати лиф ниссана был самый первый это была самая первая электрическая машина в мире которую сделал кстати ниссан и они не были популярны потому что первый лифт вот такой 109 милить я так и не помню на галлон или как это она мы это здесь бензина нету только это на батарее и какой-то момент наш салон вот где мы сейчас находимся таньян он стал номером один по продаже лифов потому что они предлагали очень хорошие скидки и сейчас у них кстати идет большой сел так что кто живет дэнваре идите и черта от так вот этот рак от nissana классический американский трак такой с четырьмя сиденьями значит front row and back row здесь помещается 4 человека тоже все нет кстати он был наполовину с кожей и с тканью тканевое покрытие на сидушках вот в середине тканевая не люблю когда и тканевое покрытие тем более для моего мужа только кожа потому что если он будет с матерчатым сидением это просто превратит в какой-то этот непонятно что nissan frontier называется кстати существует такое этот это как американцы говорят то что на белых траках ездят психи только кто владеет белым траком будет держитесь от них подальше на дороге потому что они ненормальные но это американцы так говорят я не знаю слава богу у меня таких оксидентов не было из инцидентов с водителями белых траков но вот так вот как я уже говорил о своем стриме мы окончательно решили взять вот эту модель не именно эту машину а эту модель эту машину мы бы не взяли никогда во первых муж не любит белый свет во вторых она была повреждена наградом если вы заметили на металле там есть такие вмятинки и у этой машины из-за этого был 10 тысяч скидка была 10 тысяч скидка тоже с кожей все полностью муж захотел черный салон и ганметал цвет и мы нашли ее модель называется от ландер и мы ее забираем на то ли в понедельник то ли во вторник она будет в салоне мы за ней придем мы ее уже прикупили оформили в лист и заберем ее в начале недели мы ее еще не забрали вот она такая огромная муж решил показать насколько большой у нее багажник человека там положить а если вот эти все сидушки опустить там или и спать можно в нем почему мы решили остановиться на такой большой машине потому что если мы будем путешествовать по америке с собаками то это самый раз ее загрузить можно полностью и путешествовать большой такой огромный с юви внедорожник